друзья привет кухня юго-запада снова с вами давно с не было в эфире на то были объективные причины пандемию как получается то что люди болеют ну и первых у нас был но рады что вернулись мы теперь с вами регулярно также будем радовать вас надеюсь своими выпусками раз в две недели сегодня у нас выпуск посвящен еврокубкам высшими первыми дивизионов меня зовут михаил першин меня антон погодил здравствуйте антон давай сразу же перейдем к еврокубкам одна восьмая финала кубка лфл наш обладатель кубка лиги столицы артель едет в гости к грозному изумруду разные были прогнозы по встрече когда узнал что у столицы соперников на 76 какие условия во первых это опытная команда с отличным набором футболистов и знаешь видя столицу после перерыва не было уверенности в положительном результате одно и очевидно но также изумруд находился немножко не в тонусе до пауза была общая но благодаря я думаю опыту опять же составу все-таки приоритетнее выглядел их победа ну понятно что изумруд старый добрый кубками боец плюс есть такие игроки опытные как илья горшков по выступлению за пищевик в воротах для совсем уж луцкульных болельщиков скажем что дмитрий бабин который давно-давно выступал за аврору у нас также выступает за его мрут ну и в принципе там может быть для тех кто следит за общероссийскими соревнованиями я думаю что скажет то что такие фамилии которые кстати передачу встречи ну честно скажу тебе опасался немножко этого соперника все-таки но знаешь общаюсь я с в любом случае столице это бойцы и они докажут это из раза в раз даже самых неудачных встречах ребята грузов до последней секунды и мы с тобой постоянно говорим о том что не то что легко но вообще на что-либо рассчитывать в игре столицы очень проблематично ну и в принципе я думаю изумруд тоже был в курсе выступлений столицы в нынешнем сезоне да и вообще я думаю если фундаментальная была подготовка данной игре и рассмотрели предыдущие сезоны в принципе как команда играет какие тактические схемы используют то есть соперники более-менее друг друга знали да общей информации обладали те эти но во что вылился матч я думаю сейчас прекрасно расскажу расскажу да и скажем дальше о том что я давидов по телефону нам также прокомментированный исход по поединка и мысли перед ответной встречи еще как команда провела эту паузу и вообще трансформа политика есть новые футболисты столицы есть игроки известны на общероссийском уровне ну и у нас переход в виде также есть в активе команды юрий давидова разговаривали в субботу во первых присутствующему матчу и все пола наставник столицы на то что все мы знаем что матч проходил на плотской и не совсем стандартное поле больше нашего шире скажем так и может и другие игровые качества и комбинации построение игры нужны на стадионах в частности на флотской я помню свои воспоминания про флотской там вот знаешь даже не столько мастерство уходит на первый план сколько физической подготовкой ну потому что условно говоря ты можешь доминировать там 20-30 минут создать себе определенный задел но если физически на сто процентов не готов по вторую половину встречи я уж тем более сам концовки могут уступить серьезные проблемы но получается у столицы очень хорошая готова физическая потому что второй тайм прошел вставляющие преимущества столицы надо кучу позже так вот субботу наставник столицы сет его на то что не будет падать не андрей овичкина не владимир паваляева а на большом поле плотской нападающей которые могут убежать один в один портаранить и очень большие надежды на павла галанова предлагал также скажите для того что говорили мы что изумруд смотрел столицу просматривал поставить на пусть и не изменился но так вот будем сегодня позже говорить о том как поменялась пищеви как поменялось лука как поменять другие команды но если посмотреть финал кубка даже возьмем финал кубка против заряда и состав которым вышла столица на данную кубковую игру то мы в принципе видим минимальное количество фамилий исходных назовем мы конечно первую очередь это константин сутермина в этой встрече но так вот давай по стартовому составу яков куляем что все же не играл велен петров да понятно играл вратарин дейстерков ну понятно сняла ступала защитник не выступал с этого сезона только он пришел в команду пришел левин это дебютант команды известно на общероссийских соревнованиях по выступлению завтра в кам как раз связка как акцент и выступлений кулябин также кулябин собственно тоже мы видели мы видели его уже и даже помнишь лиги чемпионов в мае который проходил общероссийская вот собственно она есть да ну давай дальше фланги казаков да еще эксперт дивизиона кстати и голландов на острие это новое имя ну и также запас кирилл иванов относительно в ходе прошлого сезона был еще антон юрчиков дмитрий анрияхин это новые имена для прошлогодней столицы ну и совсем новое имя а то больше одноклубник иван шелепов то есть принципе из тех кто был столицы незаметно незаметно команда сильно меняется сильно меняется и ты знаешь больше игроков добавилось именно физически готовых и таких скоростных ваня шелепов да знаю не первый год да и вообще великолепный крайний игрок который в принципе иногда даже может сыграть и опорный по случае там есть там допустим двойный центр да когда надо максимально физически быть готовым для перекрытия зоны и то есть все футболисты такие универсальные тоже павел голанов до которых ты уже озвучил то что планировался на стре атаки где он принципе поиграл павел прекрасно может играть оттянутого форварда прекрасно может сыграть в центре и даже знаешь честно я могу сказать павел и крайнего защитника может сыграть при необходимости если там условно говоря в два центральных играть со скоростным петросовым и с голановым более медленным то есть понятно что с первой передачи у команды проблем абсолютно не будет и велен прекрасно может нивилировать вот эти скоростные недостатки павла а павел соответственно своей креативной своей светлой головой может великолепно начинать это универсализация столицы она просто великолепна и я думаю это тоже изумруд учитывал ну да дальше ну не думаю что может быть изумруд так глубоко копался хотя вполне возможно что это было давай к самой игре начало было неудачное все-таки у столицы после выпуска была всего вторая игра первая была трусов любителей в прошлом туре и тогда тяжелая очень тяжелая игра и наблюдал да и лишь там вот благодаря ошибкам любителей в принципе воспользовалась столица моя столица сама создавание мало ошибок любитель просто на втором моменте просто не фартил ну куда без этого как или иначе евгений вашурин на десятой минуте еще открывает там очень удачно погода сыграли футболисты из столицы штрафной был от стенки мяча машину сам улыбил футболисты и дальней удара и вот этот игрок страхной вертал образ новых игрокиперов столицы счет стал 1-0 пытались успокоить игру взять под контроль но дальше опять же получилась ошибка может быть от нервозности только пропустили мяч на десятый минут первый угол был пропущен ну и на тринадцатой минуте с передачи того же вошли на мячу 20 здесь казалось богу что дела не очень хорошо может быть начала матча проиграно что-то исправлять но в честь и наши команды смогли там тактические замены сделали и в итоге плавно начали перехватывать инициативу и как следствие в конце тайма голову раздевал кулак в кулягин как раз успевает спиртачь сергей казакова делать счет 2-1 конечно команда на второй тайм и сразу же в самом начале пенальти зарабатывает изумрут пойдем пенальти даже не спорился бы кстати еще 8 логистки а вот после этого столица перехватывает инициативу и практически момент уже не имел не на уж как столица заставила как играть изумрут или же изумрут сознательно отошел назад ну хотя рост был большой у команды не знаю можно посчитать что преимущество в два мяча перед ответственной встречи вполне хватает и до 50 минут ничего не менялось пока какой уже по счету у Дарьков на губе Стермина принял успех с коалицией счет стал 3-2 и дальше еще были моменты чтобы сравнять счеты и даже чуть не смогли сравнять но 3-2 перед встречи здесь у нас на вермахте результат хороший в принципе по той истории встречи о которой ты рассказал получается столица просто завалил дебют в тайме ну нам будет сделан анализ да просто главное не завалить этот дебют именно первых-вторых таймов мы знаем с тобой то что опытные команды кто-то строит план на игру на дебют кто-то на концовке таймов да и ФКСП мы этим выделяли вне зависимости там помнишь даже с Селтиком когда мы с тобой работали то есть да 2-0 да без шансов но ФКСП в концовке все равно ряд неплохих моментов имела что в первом тайме что во втором принципе здесь обратно немножко ситуация здесь на дебют встречи больше акцент сделан но столица молодцы в любом случае результаты я думаю для перед ответной встречи можно в какой-то мере даже положительным считать теперь соперника ты уже знаешь теперь ты знаешь на что акцент теперь ты знаешь основных действующих лиц из которых строится игра если подготовиться грамотно за неделю я думаю я думаю что готовится грамотно плюс должны появиться и поваляют и овичкин хотя бы кто-то основная ударная сила ну да 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 то есть ну в принципе голланд тоже конечно данная сила но чуть-чуть разно но он больше созидатель создающие моменты периодически которые там со стандартов может что-то гениальное придумать мы с тобой постоянно говорим о великолепных штрафных ударах также великолепно павел исполняет подачи то есть это угловые это какие-то дальние штрафные стандарты да стандарты ну и не будем забывать конечно Елена Петросова который также такой известный дальнобойщик даст в принципе масштабность оружия которым столица обладает он просто безграничный прилететь можно откуда угодно и плюс еще изумрудов все равно хочешь не хочешь надо будет привыкать к полю конечно помним мы как изумруд приехала гости феникс сюда и тяжело им было да и даже что далеко ходить сейчас буду дальше вообще говорить нападающий пищевика Измаилов последняя игра с Никой где-то мастеровик футболиста он забил мяч где-то какие-то моменты где-то не подстроился под мяч то есть все-таки на этом поле своя специфика от флотской то есть все-таки дома и стены помогают и должно поле все-таки наше тоже сыграть на руку понятно там опытные футболисты и играли многие на этом же поле но именно вот командными взаимодействиями на этом поле как раз столица может взять свое несмотря на то что это опытный кубковый боец будем болеть переживать ну а сейчас давай послушаем Юрия Давидова что он нам скажет свое мнение по матчу как команда провела период паузы ну и что по трассерам вообще довольно-довольно конкретного не даем Юрию слово ну и после этого переходим к делам игры Михаил Антон приветствую давно не слышали вас рады то что программа возобновилась вместе с тем и игры так сказать второго круга стартовали поэтому с удовольствием вам расскажу как у нас прошла пауза как мы стартанули в плей-офф кубка ЛФЛ начну с матча 1-8 в гостях проводили с изумрудом ожидал чтобы тяжелая игра она такая получилась во-первых гостевые игры в принципе не просто проводить соперник достаточно игровой опытный ну и соответственно поле конечно же отличается от нашего которым мы привыкли на вернатский парк поэтому старались сыграть осторожно и где-то может быть это немножечко так не в нашу сторону сыграло потому что изумруд мяч забрал создавали моменты вот забили два мяча они тем не менее там где-то к середине ближе к концу первого тайма игру выровняли смогли забить в раздевалку вот к сожалению на второй тайм самом начале прям неудачно сыграли в обороне соперник заработал и реализовал пенальти но в остальном второй тайм мы достаточно сильно провели имели моменты забили второй мяч в целом давили второй тайм поэтому 32 закончилась игра я считаю для ответ на игры у нас очень хорошие шансы и все в наших руках главное прежде всего собраться и соответственно сыграть более агрессивно и сильнее чем в первой игре вот это что касается того как мы соответственно в кубке стартанули что касается отпуска то не тренировались вот не получилось у нас собраться решили отдохнуть заняться своими делами вот небольшая пауза всегда идет на пользу соскучились по футболу вот в первой игре с любителями главное что добыли 3 очка непростая была игра вот после паузы немножечко тяжело получилось первой игре где-то что-то там недочет не получалось но в целом сыграли как бы уверенно где-то по счету хоть и 21 но все же я считаю победа по делу соперник немного создал моментов в концовке они забили но так если разбирать игру моментов у соперника было немного принципе вот это все что могу сказать главное три очка и будем двигаться дальше и в чемпионате и в кубке вот вам большое спасибо как всегда на связи и до новых встреч я переходим к высшему дивизиону и сразу внимание на тренерную таблицу возглавляет ее футбольный клуб сотрудников прокуратуры после 19 матча 52 очка аминьева на втором месте после 18 и 43 балла азбука учета после 19 матчей 38 столица после 17 игр 34 очка 3 звездочки также 34 очка но после 18 игр приоритет 33 очка 19 матчей пищевик 31 очка 19 матчей не теор 30 баллов и 19 игр ника 18 игр 25 баллов атласа 18 матчей 23 очка вот такая первая десятка остальные команды видите на своих экранах и давайте сразу же будем переходить к матчем тура и начинается у нас по хронологии с матча который не стал матчем тура но это была классная игра и спасибо большое пищевику что они организовали коммерческую трансляцию матч пищевик и ника футбол удался давайте подробно поговорим что там было ну когда я ехал комментировать матч у меня были вообще мысли о том что да пищевик фаворит да это громкая драстерная компания мне кажется только ленина я не слышал о всех репортажах мы говорили мы конечно там действующие игроки и сборной россии таких и гений ширинков на моей памяти в современном истерии лфл вот эти границы будут в россии наши лиги переходили ну да не переходили но ширинков уже участвовал в турнирах проводимые западной и западной лигой напомню в летнем кубке он принимал участие до 1 игра но все-таки он уже ознакомился так понимаю потихоньку с реалиями будущего будущих партнеров и и судя по всему все очень понравилось он оказался нашей лиги это не может не радовать и чем больше футболистов такого уровня будет приходить тем более больше и более обильное количество зрелищных матчей нам стоит ожидать ну да вообще пищевика своей трансферной компанией поражает и скажем что это не конец еще нету сейчас олега весеного на матчах и все-таки не стали мы бывать на эту передачу потому что еще в отпуск бывал человек но вот я думаю следующая передача посвященная вишвик если что-то не изменится кардинально у нас то я думаю трибуну олегу весеного надо обязательно дать очень интересно с ним будет поговорить особенно в свете вот этой передачи когда она рассказывала о том что отходит от пищевика от заработанных планов как эти от финансового стимулирования футболистов ну то есть явно что моисейников шеренков кожаров и прочие пришедшие там узмаилов не за спасибо пришли нет конечно может быть за любовь к клубу но и думаю что интересно вот что подстегнуло опять олега выйти вот на так сказать гонку с топ клубами юго-запада интересно будет построить диалог мне кажется ко многих будет это интересно знаешь вот эта история пока мне напоминает историю барса то что ну как было понятно пищевик может быть чуть-чуть в другом ракурсе надо рассматривать бас тогда там все выиграл относительно всего и дмитрий слюбов какой-то момент оказался хватит мы заканчиваем вообще прекратил существование потом через год через год команда возродилась на общественных началах второй дивизион первый дивизион по такому же примеру был часто на бровке и джеки задачи стояли во втором дивизионе там вот я сам участие в матчах и могу сказать я во втором не принимал я могу сказать что у меня тоже есть сыграно некоторые я помню мы с тобой даже вместе с нами другими идеалами но не суть важно что в тренде не всегда и то есть как бы все это был вот такой вот проект но потом вот видишь опять человек загорелся вот интересно понять что сподвигло пищевика поменять концепцию свое развитие но это интересно это событие и и мы этого проходить никак нельзя будем следить давай непосредственно к игре знаешь я хочу дополнить немножко ты вот говоришь о пищевике о том что вот они трансферная политика фирмы и так далее но соперника в этом туре был у них идентичный тоже не к очень сильно обновил состав этом сезоне уже по ходу сезона добавляя и добавляет то есть я так понимаю ребята руководители команд прекрасно осознают то что если они хотят быть конкурентоспособными не только там за борьбу середина таблица за что-то больше попасть на москву сейчас очень сложно становится потому что пришел в к сп пришел портер столица в том году показала выйдя из первого дивизиона то что это мощная команда которая тоже в этом сезоне уже обновляется по ходу сезона то есть все ведущие азбука учета да как бы коллектив понятно там на базе расстроенной ипотеки но опять же новые футболисты появились которых нашей идеи не было игорь дармаков остался да андрей конаков по большому счету два человека но бухарова за камаз играл больше бухарова добавили да он знаком с юго-западной лиги но он играл в том году заканчивал бухаров там последние там может быть восемь туров он играл он есть но все-таки да да то есть игрок ротации вопросов нет но вот игроки на основного состава это дармаков конаков все все остальные люди это новые все прекрасно понимают что высший дивизион с этого сезона это не высший дивизион даже прошлогодний когда там выиграл метеор метеор сами сами все видят прекрасно на какой позиции данный момент находится действующий чемпион то есть ну а старт пищевика в этом сезоне ну вспоминать я думаю никому неприятно да там по моему там что-то не одна ничья там 8 поражений вообще нет но ребята боролись там и вспоминали мы когда комментировали игру с метеором массы и укьяном что там первом туре они сразу ждали бои метеору там сдали не выиграли крючкова там 3-2 они проиграли и в итоге мы помним старт метеору тоже очень был разбалансирован да давай мы сейчас возвращаемся к нике мы говорили о том то что супер селекция да по ходу сезона и даже сангаджиев наверняка кстати его запрямили его селекционный отдел ники в первом матче прошлого еще сезона когда сходу за меру курию пирожку он положил потом через этот заряд ушел и вот сейчас появился опять же динар медов приобретение этого сезона это уже давнично такир тэджан артемий пономарев чуть попозже требователя кубков составе чемпионата в этой игре дебютировал александр степанов перешедший из чемпионата и плюс еще как-то все это незаметно мы не забываем что у них есть михаил ефимов игрок вопросов спорта фк сп который не приезжает на игры и еще есть джалимов экс-игрок столицы артель который столица артель гайдена потому что одну игру только пока что он провел но это мощнейшее усиление обороны если будет он приезжать плюс никита потапов выбирает форму то есть у дениса петренко в отличие от прошлого сезона есть кого выбирать плюс прекрасный футболист это родного брата айртона может быть старшего брата когда я беру бразильцев истории юго-западной линии я думаю что не первые все-таки были бразильцы уже у нас и но ты имеешь ввиду вас серила который играл во второй линии сериала хотя бы он игрок сборной россии был по мере футбола понятно нет но есть все равно у нас у нас есть выходцы из южной америки камилла росари и так далее то есть есть у нас люди которые имеют корни какие-то там и были но все все равно это интересно и брат приезжает смотреть и фотографировались все самые заинтересованные но так вот честно я сначала даже главным поверил но это здорово всем семейством давай непосредственно к игре первые пятнадцать мы были очень безголевыми и даже в словах ворот пробил рано относительно игра на двадцать первой минуте джинс-кратцов вперед вообще со счетом 1-0 вывел вперед и дальше по конец тайма сангаджи ему коварный удар удался левая повторяя угол там и вилял и в газон летел игре крючкову было очень тяжело 1-1 и опять второй тур подряд вообще выпускают трансморки тайма второй тайм у нас начинается и вроде все относительно спокойно ну и дальше взрывается бомба 41 и 43 минут сначала степанов который был вообще просто незаметен но и сложно было привыкнуть к игровым схемам уники но все еще впереди здорово там индивидуально сооружает этот гол делаю еще 21 и сангаджиев через две минуты делающие 3 1 дальше пищевик перехватывает инициативу ника чуть отходит назад но и в итоге оленченко на 49 забивает и он же отдает передачу на измаилова и там на последних минутах измаилов измаилов при счете 2-3 имел реальный шанс сравнивать о чем я говорил выше и при счете 3-3 не попал там тоже из очень хорошей ситуации по воротам по ничью и ну по-хорошему ничейный результат справедлив за никой будет очень интересно смотреть я думаю команду очень сильно добавит плюс усиляться вселяться и с тем плюс еще не забываю что в воротах файл когтев вообще это потенциальный клевый игрок тачка доявлен из команды как илья мадилов ну я думаю что турбируется с ротарской позиции ну значит кто-то на примете нового вселения мне кажется появился уже поэтому и немножко освобождается ну а по матчу ну что пищевик стадии становления никого в стадии становления будет интересно посмотреть но это был супер футбол футбол был классный да и ты в репортаже также заметил то что великолепно сработал руководящий состав пищевика то есть сразу стал ротировать при 1-3 сразу начал ротацию активно какая-то история в зеновье произошла вначале куда-то убежал то ли может там что-то с машиной случилось может быть какой-то эвакуатор переехал то ли еще что-то ну просто покинул поле и потом появился и вот эта вот ротация привела к тому что смог найти необходимое сочетание игроков которые в принципе и вытащил этот матч на самом деле матч держал до последней секунды в напряжении и то есть вот эта ничья на данном наверное закономерно потому что победителя тут как бы ну такого прям фаворита не было и кому-то больше фаворит говорит перед игрой но непосредственно по самой игре никто не заслуживал поражения и в принципе этот результат закономерен но еще одна тенденция нас лиги есть я уже ее отмечал то что те кто вот если раньше команды не руководили там люди там уважаем еще что-то мы не видели как они играли футбол то есть сейчас вот уже это я смотрю смотрю нас матч метеора там пищевик да противобоса набровки дениса назарова который мы знаем как футболиста против зурабаньки которому тоже как футболиста даже если нет дениса назарова есть олег весенов прекрасно те кто давно лет в западной лиге помню как он лично сам играл за пищевик когда пищевик еще из первой лиги во вторую вылетал то есть это тоже человек который знакомка с футболом играл в нашей лиге дальше ника денис петренко все прекрасно по ним один из даже говорить не да это великолепно уже тренер по многим командам высшего дивизиона пойдем уже не только высшего первого мы будем видеть то что те кто приносила какую-то пользу своим командам буквально недавно на полях сейчас на тренерском мостике и соответственно больше тренерских идей из-за этого чемпионат уже люди адаптированы костерки которые знают от и до знают все нюансы и люди которые играли высокого граммешек конечно давай мы к следующему матчу будет интересно что нам некий пищевик будет показывать но еще предстоит сыграться сыгрываться командам говорился простите ну матч тура азбука учета амиева я даже не знаю как витрину может быть лфл стоит мальчикому рекомендовать всем были посредственными участниками микрофона я свисточком там победу чуть-чуть ну ты знаешь это вот это было продолжение пиршество вот этого великолепного футбола великолепное пиршество глядя на газон заключалась в том что великолепные мастера вышли на газон но они не в своем репертуаре честно вот ничего в этой команде не менять как они плясали от счета от соперника так они и пляшут павленко прудников этого значит это вот люди которые достаточно там три-четыре минуты включиться и в принципе они переворачивают любое сквоз встречи и в этой встрече они сделали то же самое в первом тайме там же были обиды апелляции к тебе я помню там прудников чем-то был недоболен рассказывать своим партнерам нет да я говорю про то что там у спирить александр трудников это связочка такая очень интересный по диалогам друг с другом очень ждали на этот дуэт с лирой лукьяновым когда работали на эту матч и мы ждали его именно на поле ну вот они там и замены пошли что-то там кто-то кому-то не то сказал и все сразу идет замена там успокаивание на скамейках пошли опять играть потом опять что-то да и нет играть все это конечно очень здорово нет там по именно по общению по именно как если арбитр футболист проблем вообще в этой игре не было в таком плане пытался там что-то узнать там доказать правоту что там когда мы на счет 3-1 доедем я тебе расскажу историю игра ты продолжай пока своё мнение по этому матчу ну мое мнение по этому матчу в принципе не поменялось исходя из матча первого круга мы с Ильей неоднократно его вспоминали матч закончился счетом 4-5 в пользу азбуки то есть изначально мы понимали то что вне зависимости от того как будет происходить первый тайм независимости от того когда забьют первый мяч мы прекрасно знали о том что матч будет ну сверх результативным все-таки там 8-9 мячей это сверх результативный футбол и ты знаешь вот было просто интересно кто же откроет счет но в дебюте встречи именно в дебюте там ну условно говоря там первые 5-7 минут азбука создала просто пять-шесть стопроцентных моментов и если б не локтионов я просто не знаю что бы было сугубо говоря если первые 10 минут впустить 4 я думаю вряд ли а минимум несмотря даже на все свое мастерство могло бы выкрутиться и хотя бы в ничью матч свести но александр в очередной раз продемонстрировал свой класс в очередной раз оказался основной опорой в трудную минуту для своей команды команда это почувствовала это приняла и потихоньку начала забирать образы правления под себя но не тут-то было и на 15 минуте азбука открывает счет в середине тайма хотя с ильей лукьяновым честно мы ожидали первый мяч на 21 минуте опять же проецируя на чуть-чуть не угадали но мы прогнозировали то есть вот-вот-вот-вот эта игра взорвется и пойдет в первом круге на восьмой минуте спинате забили мяч а здесь ну на 15 и вот после этого небольшое такое затишье и великолепно разыгранные самые стандарты в исполнении я бы хотел обратить внимание первое что бы я хотел сказать все таки вот эти классная команда классная команда классные футболисты классно вопросов волнителей но не знаю отмечали на репортаже или нет честно еще не было времени пересмотреть а свои игры за этим пересматриваю возможно даже вот сегодня все-таки найдешь время займусь передачу запишем и спокойно можно посмотреть я думаю все таки проблема в том что в этой игре не было ни главного тренера его уже нет давно исполняющего беден шинфудин тоже не было да не было ни президента клуба даже на трибунах были до болельщики но ребята сами и в принципе не все получалось хорошо но в основном этот гол со стандарта пропущен от алексея кулика я сейчас может быть я сейчас сейчас можно опять убить бичу опять это в бабе вы там вспоминаете постоянно если но юрий бабе тренировал азбуку да и мы знаем ты знаешь я знаю как скрупулетно относится к стандартам и конечно же вот так вот оставить габаритнейший нападающего на ближней штанге чтобы он туда тарануло заняться под мяч ну точно бы против него играл бы другой человек в этой ситуации это да но ты знаешь я бы хотел в этом стандарте отметить как великолепно алексей построил свой мяч летел на уровне пупка по моему я тогда стала трансляции как он выкрутился с такими габаритами это просто что-то феноменальное было честно для меня это было удивление то что ну алексей обычно пришел нас потому что это человек от одной-две опоры вот встает как стол понимаешь поднимает мяч там на грудь или под рабочую ногу и уже дальше там либо скидывает либо разворачиваться и бьет но то что он исполнил здесь это просто какая-то фантастика но с другой стороны капитан и лидер команды в ответственные минуты когда тяжело да должен брать на себя и он великолепно использовал этот шанс сравняв счет что-то добавить по этой ситуации да стандарт где-то проигран но тут наверно больше заслуга все-таки алексея кулика ну даже спорить не буду отмечу еще полу отсюда как игрокам утверждаем я говорю то что очень футбольный разговор были и у команд между собой и давали побороться и объяснял какие-то решения все-все понимали то есть знаешь что мы будем создать матч в ксп порта кто там и страны портпора в ксп вообще никаких претензий никогда нет и не будет во всяком случае я так думаю а вот портпор очень тяжело было это вот здесь вот раз по футболе все все понимали все какие-то решения там пример если артур мартинс там отвечал почему там не дали карточку вперед местный диалог и ему объяснил почему там чему-то все вопросов вообще не было во втором тайме там вообще даже никаких и после игры то же самое все будет перед все объяснил все мы все поняли что идет нормальная мужская борьба идет мужская борьба за счет допуском и все да не опросил там и дробаков некоторых фону мы все это знаем еще с первой дивизиона это я расскажу свою историю да и отличный человек если бы особо даже и футболиста отлично я с ним не разговаривал потому что я помню знаешь называется интернет помните все и это его собственно слова когда он на нашем коллеге для его тв блога давал интервью роману шестаку он сказал что ему нравятся арбитры которые разговаривают то есть если он считает то что арбитр разговаривает начали заниматься своим делом то есть я могу с играми пообщаться до матча после матча ну а если он считает что во время игры именно вот общение арбитра не надо то что арбитр отвлекается это не то значит не стоит это делать поэтому я ему собственно не объяснял решение он думал что когда один из был второй мяч что нарушение было на нем чисто выбивали мяч игр дошел по инерции назад но обычная борьба там выбивают мяч и у него уже был последний аргумент как я открою ходить на прудниками все свиститься понимаешь в этот момент в этот момент если где-то звучит фамилия прудников значит обязательно появится прудник александр появляется в этот момент здесь и встревает этот диалог он будет на мне да я ведь сам ведь уже сколько металлов прошу по мне свистить вот такая вот история такая рабочая знать чтобы планета чтобы и самого нападающего остудить соперника в плане того что слушай давай не придумывай давай играть футбол и решать так вот по самой 3 1 становится счет и вот ты говоришь что что вас ждали верховой матч на 60 минуте думали честно да честно да честно при 31 я говорил о том что когда же уже два вот этих паренька по фамилии прудник и павленко выйдут на аванс то что аминева максимально пойдет спасать ситуацию в этом я был уверен на сто процентов и мы помним с тобой и по этому сезону и потому сезону то что аминева неоднократно забивала мячи на последнюю секунду встречи будь то штрафной будь то стандарт будь то разуме 3 ну опять же во время второго тайма говорил о том что в лфл может случиться все что угодно а при наличии таких мастеров как и не будем забывать опять же эрика погасян который тоже очень прекрасно включается в ответственные моменты вот эта тройка прудник павленко погасян 3п да получается у нас знаковая но и 3 1 превратил на самом деле в итоговый результат помним мы с тобой то что да я не понял потому что эта история с папагасян вспомнил проведущего партнера по алмазу и частному поминил орлову его отзаявляли сейчас обратно заявили и что-то в этой игре он вышел и там вообще ненадолго опять заменился не знаю почему то ли травма то ли чего или в игру не попал не знаю может быть артур мартонс посчитал что не сегодня он будет помощником и доверился тем игрокам которые уже неоднократно себя проявляли в ключевой момент но принципе как оказалось выбор был сделан правильно но они не вам не понравилось со своими заряженности даже при счете 31 значит не было каких-то вообще ничего никаких третий гол когда забил азбука ну там что-то началось там защитником помнишь же третий гол как забивали развернул защитника нападающие и пробил правый от пункционного угол и что-то ну кто там с кем держит и павленко трудненького говорит просто давай беременеть пошли все давай играем а ты не обратил внимание во первых два фактора которые мне бросили глаза два фактора которые повлияли на итоговый результат первое несмотря на то что азбука более-менее там средний возраст там 25-26 лет физически последние 15 минут они потихоньку начали проседать вообще по мне еще что показалось что после замены чеканова в обороне чеканов да одно из мы не будем забывать то что и мартенц поменял линию обороны но горелого он тоже убрал он облегчил со стороны это у артура в сезон команда ведет в счете команда команда проигрывает команда проигрывает прошу прощения обычный вирьма маев играет это центрально а когда удерживать счет или удержать выходит где горел до уже отработано он очень сильно облегчил состав при 3-1 очень сильно убрали двух габаритных нападающих кулик кирюхин на замене убрали горелого все легкие вышли тут и начались кружева играли они вот как и я даже в репортаж сказал о том что аминева играла сложной девяткой в большом футболе это так называется у нас получается ну можно сказать сложной восьмеркой давайте назовем это так потому что прудников с павленко менялись на острие иногда там появлялся ефименков даже который играл что-то не центрального защитника ефименков да и вот вот этот карусель пошла и в итоге это карусель привела к тому что сначала прудников после передачи павленко да как раз после буранова на 54 делает 3-2 и потом павленко 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 великолепно мы не будем забывать о том что пенальти заработал кто вот тут уж вот там пенальти ну там о чем речь может быть и давай кратко подытоживаем по делу аминева молодцы с победой посмотрим как смогли подследовать рубанку сотрудников прокуратуры нам только будет от этого интереснее конечно будет конкуренция в чемпионате ну а азбуки учета да честно азбуки учета надо найти тренера ну потому что который я могу сказать я денису шарфудинову еще когда русская ипотека выходила играл в первом дивизионе и вот тот год когда под вышку и с нашим большим другом александром прошиным тогда было прекращено сотрудничество по какой-то причине вот и тогда у меня спрашивали шарфудинов кого я предложил когда как раз из ммф ушел алексей ходыкин алексей ходыкин сейчас свободен так как команд с которым работал ммф-05 закончилось свое выступление в 2-м дивизионе и я думаю что и я кстати видел недавно алексей буквально там до того как я заболел буквально несколько дней тут последний был и полным желанием с кем-то работать то есть это авторитетнейший футболист я думаю с тем составом который сейчас есть у азбуки учитывая как он ставит тренировочный процесс он ставит игру мне кажется вот это вот я сейчас ничего не говорю не алексей ходыкин специалист такого типа именно сам поигравший амбициозный с прекрасным пониманием футбола да потому что то что произошло в концовке я думаю при наличии опытного наставника конечно конечно вот но это мы просто как бы сами об этом говорим я войти учета давай об этом тоже напомним второе поражение с одинаковым счетом в предыдущем туре также 3-5 проиграли микки сейчас 3-5 минимум надо делать вывода 10 пропущенных мячей это слишком много если ты собираешься бороться за что-то весомое да давай дальше побыстрее мы чуть-чуть будем о других матчах общаться все таки было бы таких больших матчей другие поменьше но помните команды будут играть свои большие матчи мы о них поговорим намного больше чемпионат атлас 4-2 победа атлас чемпионат очень тяжелого потери вибра степанова плюс вот эти вот все дела связанные с диаспорой назовем так то что некоторые футболисты начинают уходить кто-то не доезжает на тяжелую перголову искать замену игрокам конечно же это уже не знаю моей памяти уже наверно шестой набор чемпионата идет и конечно же ведь очень тяжело мы ему всячески желаем удачи в наборе команды опыт есть и будем надеяться то что все у него получится ну а в данной игре знаешь есть такое слово плюс 14 что жарко перебегали атлас показал новый тренд который у нас сейчас появляется там дмитрий смирнов первый закладывал ну и собственно фкс play сейчас точно пятерка меняется атлас просто в этой игре менялся семеркам то есть приехало 14 футболистов и просто семерками за счет темпа плюс мы знаем прекрасно футболистов новичков команды видели моих других пермирах видели в формате лфл не смотрите что люди пришли из вторых дивизионов там откуда-то но и соответственно и кирилл килин они все молодые дали ну ты знаешь вот прилия саможохова обеспал что он очень молодой там хороший футбольный возраст там 24 25 лет ему ну что ветеран но нет нет хороший футбольный возраст я говорю вот ну и в итоге итоге до 3-4 минуты атлас уже решился проблем в этом матче забил четыре месяца один чемпионат отметим тимур шарипова футболист который покинул пищевик в связи с тем что нашлось место в новой жизни и тимур забил голоду голевую передачу ну а атлас это атлас есть уже опытные футболисты есть кто-то сыгрывается давай мы после матча пообщались с представителя маркоса и он нам лучше всех расскажет о команды паузу провела и вообще что случилось в команде комментарии по игре какие будут по игре на самом деле сегодня первый раз собрались они играли получается полтора месяца несколько новичков и многие отсутствующие приехали поэтому немножко было некомфортно играть вот некоторые парни немножко не понимали как мы играем пока вот но в принципе там минут 10-15 поиграли катились более-менее и получилось получилось самое главное показать результат вот по игре не совсем довольны вот можем лучше будем стараться привалять к игре соперник спасибо за игру и веревать так на жестком игра игра как команда проводила летний перерыв кто как где тренировался тренировался играл на турнирах на целом не собирались вместе чтобы поиграть не было поэтому я говорю первый раз было вот после долгого отсутствия поэтому наверное подсчет такой сумбур был в игре но в целом как бы довольны результатом по игре надо еще много-много работать будем стараться призвал призвали команды какие-нибудь трансферы и будут ли усиления в дальнейшем да как я и говорил что у нас нескольких очков новых пришло плюс много ребят которые отсутствовали ранее вернулись поэтому я думаю что в данный момент времени у нас практически наверно полностью в комплекте там в самую банку мы ездили они так как была первая часть чемпионата нас приезжал стабильно по девять человек вот с одной заменой конечно было тяжело играть надеюсь что в дальнейшем будем собираться не хуже сегодня лучше наверное практически невозможно спасибо переходим мы к следующему матчу три звездочки керосинка керосинка напоминает себя все больше образца прошлого сезона здорово стартовали а дальше дальше как всегда все ниже знаешь была песня все выше и выше и выше и выше и выше высота набралась но не держится делать вниз как тот кукурузик знаешь как летает в дом в год давай не кукурузник давай уж ну боингом тяжело назвать все таки боинг умеют держать высоту ну давай 134 тогда оптимально где-то 83-4 годов выпуска вот и здесь благодаря голубере мельников первый тайм выиграл 1-0 вела керосинка ну а дальше более молодые оппоненты ну красюков блатов свое дело сделаны ребят 4 забита ни одного не пропущено и антем цирин ведет ведет поиск пути усиления команды ну пока получается со скрипом но видно во что хотят играть звездочки помню мой порт был обыгран довольно неплохом стиле после паузы и вот сейчас керосинка ну со звездочки молодые футболисты нужно конечно на несколько опытных таких стержневых игроков и ищет тяжело пока найти кто-то в середине сезона не хочет покидать команду кто-то не хочет переходить потому что какие-то условия есть которые могут быть там для завышенные сейчас потому что сейчас знаешь я тоже разговаривал с игроками сейчас либо западной лиги теперь видно играть такие возможности ну то есть это прям все же между собой общаются и кто-то знает кто зачем ищет понятно что ника там тоже не спасибо ну и другие команды там целый список команд и в любом случае мы с тобой знаем амбициозность Артема Цырина в любом случае он работает над усилением и он прекрасно понимает что тем составом который есть сейчас добиваться высоких результатов практически неважно ну ребята идут верхнюю половину и у нас такая ситуация на самом деле что команды там с третьего по восьмой точно могут претендовать на то что займут третье место это первые две команды оторвались ФКСП и Аминьева относительно да но я знаю что Юрий Давидов например ставит задачу еще во втором месте побороться даже выше Аминьева ну это будет очень проблематично ну это потому что сейчас в каждом туре очень тяжело набирать очки мы это видим ну такая лига у нас стала это прекрасно ну это прекрасно что проходных игр нету плюс там ударов населяет даже команды из нижней части таблицы ищут какие-то усиления как тот же Аксионов да там Кременков приобретен из Химика который весь Химик на себе тащил поэтому ну это спасибо ну давай подытожим по поводу трех звездочек дадим слово представителю команды трех звездочек как раз автору забитого мяча в этой встрече Георгий Григорий Курсюков автор дубля иглевой передачи расскажет нам как звездочки провели межсезонье и чего ожидать от них да какие комментарии будут по данной встрече ну игра была тяжелая пропустили первыми необязательный гол можно сказать ошиблись в обороне потому что пока что было уже трудно команда хорошая крепкая ну вот повезло в втором тайме атаковали больше и не смогли переломить после встречи забили четыре гола чем занималась команда в перерыве ну кто-то отдыхал кто-то готовился я думаю в смысле как у всех никаких сборов у нас даже не было ничего особенного не могу сказать а призвали команды какие-то трансферные изменения и будут ли они в дальнейшем мы ну трансферные изменения вообще более минимальные насколько я знаю у нас только добавился один игрок и его мы пока не видели вот посмотрим пока трансферных изменений нет спасибо к следующей встрече ПКСП Портер яркая вывеска наверное была бы еще несколько лет назад но принципиальное противостояние еще с запада оно к нам пришло и все мы помним игру первого круга где Портер вел 1-0 потом ПКСП не забивает пенальти но в итоге в концовке дважды поражает ворота Портера 2-1 и победил ПКСП здесь же ну тяжело было Портер глядя особенно знаешь как команда разминается я работал на этой встрече главным арбитром единственное у ФКСП было видно что два состава как мы говорим как всегда практически практически да плюс еще не было Мажухина в составе вообще просто не было не было Крышановского может быть еще и травма не стал я узнавать я помню когда он в весенней части переносном не играл но простая часть еще идешь забываем об этом все-таки лето может около 3 лет в плане то Портер 1-1 запасной футболист был отсутствует и Максим Ковальчук главный тренер в итоге уходил команды Николай Новик ФКСП ну и на самом деле думал я что игра проделается преимущественно ФКСП ну знаешь как обычно ну готовишься к чему-то но так получается что футбол делает все по-другому и немножечко там небрежно голкипер Георгий Кашашвили в начале игры сыграл на второй минуте уже и выложил передачу Иван Корпкову на пустые ворота и Портер провел 1-0 дальше ФКСП имел хорошие подходы к воротам Хусаинова но Хусаинов несколько раз здорово играл спасал Портер вообще не знаю 6 пропущенных мячей голкипер Портер один из лучших был в своей команде но так или иначе на 22 минуте Максим Бойченко счет сравнял а еще через 2 минуты Александра Лумона преимущество удвоил по-другому Надо сказать отдельно. Награду нашла своего героя. Перед встречей этой мы его наградили, лучший игрок июня, нападающий футбольного клуба ФКСП Александр Алумон, лучший игрок высшей лиги. У нас регулярный приз. Сбор он провел куда-нибудь. Забил несколько ключевых мячей, победных мячей для футбольного клуба ФКСП. И мы его сердечно поздравляем, он так держать. Ну и в этой игре, собственно, он и показал. Просто могли раньше получить приз, так как был перерыв. Ну и в этой игре Алумона отметился, но это чуть попозже. На 24-й минуте, как я уже говорил, Алумона вывел вперед. Футбольный клуб сотрудников прокуратуры. Ну, Даниил Чертов, отличный футболист. В этой игре он действовал на позиции центрального защитника. Счет сравнял. Ну и команда ушла на перерыв. На перерыв. На перерыв. Сравнил немножко результат, учитывая, что даже по количеству людей на скамейках, конечно, разный подход. Там был момент, что у ФКСП там 4-5 человек менялись. Портник там могил замену кого-то там выделить. Это стандартный ФКСП. Ну, мы прекрасно понимаем, потому что, вне зависимости от 2-2 в первом тайме, в втором тайме был запас прочности у ФКСП. И они, в принципе, своего соперника должны были дожать. И что? Впоследствии и произошло. Ну, знаешь, все равно были моменты. Кошкашвили, кстати, в перерыве заменил Владимир Бочков у ФКСП на последнем рубеже. Ну и на 39-й минуте Бойченко оформляет дубль. И там через 7 минут Григорий Стригунов делал счет 4-2. И, казалось бы, уже можно поспокойнее вздохнуть в ФКСП. Но через 2 минуты после мяча Стригунова, стандарт, и наш коллега Лукьянов головой делает счет 4-3, возвращает интригу в этой встрече. Она, собственно, висела до последних минут. Пока на 57-й минуте Тимур Кейслера, на 60-й минуте Денис Гудаев мы сделали счет 5-3. Ну, лишний раз доказывают, что такие опытные команды, как ФКСП, такого ранга, умеют держать удар, умеют вести игру и умеют в конце дожать соперника до законного результата. Они его дожимают. Ну, соглашусь с тобой. Вообще, мне кажется, что сейчас в ФКСП главное вот через эти оставшиеся игры чемпионата подойти в оптимальной форме, потому что уже не с горами. Комплектно 5-го сентября нас ждет матч ИГИ чемпионов против Интера. И это должно быть все еще серьезно и должно быть круто. Это очень серьезно, очень интересно. И впервые зрители Люда Запада увидят одну из лучших команд от Москвы. Ну, на моей памяти я не помню, что это Интер. Вот я об этом и говорю. То, что Интер – это один из, наверное, грандов московского «восьмерки» наряду с ПКСП, с «Элтиком». Можно сюда, несмотря на то, что Барс там только набирает, и Барс туда отнести, можно туда «Титан». Ну, много команд, да, грандовых таких есть. И, наконец-то, наши зрители увидят Интер. Северный Интер. Ну, тем интереснее, собственно, для этого мы и пытаемся развивать лигу, чтобы такие команды приезжали к нам, чтобы больше этих команд приезжали, чтобы у нас было больше мест в Еврокубках. Желаем ПКСП удачи, но, конечно же, эти игры мы будем активно освещать. Сейчас давай, Даниил Кириченко, слово после матча ПКСП-АФК «Портер». Какие будут комментарии по игре? Блин, тяжелая борьба. Хорошая игра получилась. С обилием моментов, так что хорошая игра просто. Победа есть. Так, как команда провела летнюю паузу? В летнюю паузу отдыхали в поездках. Не знаю, в Турции открыли, в Турции отдыхали. Нормально, все хорошо. Подвигались чуть-чуть. Так, и последний вопрос. Были ли какие-нибудь трансферы в команде? Вроде нет. Каких-то не было ни приобретений, ни выходов. Насколько я знаю. Все нормально. Спасибо. Следующая игра. Техносилы любители. Техносилы должны что-то делать, чтобы спасаться. Нужно набирать очки, почему желательно побеждать. Но, вот я вчера смотрел. Я сказал, что забивать-то некуда. Лаевского нет. Аршакьяна нет. И Дениско-Навод тоже нет. Кто будет забивать? Обезглавленная техносила. Не про Портер? Нет, мы сейчас не про Портер. Мы сейчас говорим про матч прошлого Тура. По-моему, с Киросинкой было. А, с Киросинкой. Извините, перепутал. На последней минуте сравнял счет с Лаевским. Потому что, я помню, не так давно тоже был матч… Ну, это еще до Павлова. Техносила вела 2-0. Был и Лаевский, и все главные герои. Но не удержали. Не удержали счет и сыграли в итоге 2-2. То есть, видишь, какая-то вот такая черная полоса, идет у техносила. Несмотря на то, что вроде как с обороной удалось что-то наладить, но вот подходить к матчам, можно так сказать, с прямыми конкурентами, в борьбе имеется в виду. Сами знаем, за какое место. Без нападающих и без лидеров. Надо побеждать. Надо побеждать. Чтобы побеждать, нужно, чтобы кто-то забивал мячи, чтобы сзади было все нормально. Пропускают мало, но не забивают. Да, и есть, конечно, чем работать. Посмотрим, как операция спасения будет идти. Но пока претендент номер один. Одна у нас вакансия осталась на вылет. Бутыл, наверное, зайдет, конечно. Но пока что одна одна вакансия. Да, многие зрители, если что сказали, покинул. У нас данный участник соревнований. Бутыл, к сожалению, такое происходит. Уже не было возможности в команде дальше жить. И получили решение. У кого-то будет закрыть эту команду. Ну, так шли мы в конце. Тренер на таблице. И поэтому сейчас одна команда вылетает. Но техносилий надо забираться. Отрыв-то уже хороший. Отрыв начал расти. Отрыв даже от зоны перехода. Да, да, да. Я об этом уже говорил. То есть отрыв начал расти. И если команда решается и хочет остаться в высшем дивизионе, то надо уже принимать какие-то экстренные меры. Ну, вот даже вот эта игра. Любители приехали без запасных футболистов. У техносилий было четыре запасных. Но это любители. Ну, и, конечно же, Иван Лукин, лучший бомбардир нашей дивизионе. И в этой игре нас перелили дублем. Браво Иван. Вообще браво. Вся команда. Все сражаются, все бьются. Галкитор выручает. И набирают, набирают. Набирают, да. Тихонечку. И, да, конечно, это, может быть, не те любители, которых вы придете видеть. Которые борются за тройку. Которые хорошо выступали в Еврокубках. Но достойная команда. Исходя из того, какая сейчас ситуация. И закономерная победа. Тяжелая победа. Давай после матча Павел Грачев футболист-любителей нам расскажет. Поздравляю вас с победой. Да, спасибо. Хотел бы вам задать несколько вопросов. Комментарии по игре можно? Комментарии по игре. Игра была очень тяжелая. Соперник хорошо был подготовлен. Мы старались без замены. Играли друг за друга. Так что очень тяжелая игра. Спасибо сопернику за игру. Как команда провела летний перерыв? Летний перерыв. Каждый по-своему. Лично я за себя. Я отдыхал на море. Старался форму поддерживать. За ребят не знаю. Но, я думаю, мы втянемся в сезон и наберем свои очки. Хорошо. Как проходила селекционная политика в трансферное окно? У нас появилось два новичка. Они игру усеяли. Сегодня нам сильно помогли. Так что дальше мы будем так сильнее. Спасибо большое. Удачи вам. Спасибо. Ну, завершал программу тура. Матч «Пиоритет» Метеор. Команда из верхней части таблицы. «Пиоритет» в город стартовал. В первом круге, кстати, он Метеор обыграл. Мы с тобой, по-моему, работали на этом матче как раз. Нет. Я с Александром Соколовым работал. Я в плане… Значит, я комментировал этот матч. Из «Манежи»? Да, да. В «Манежи» они играли. Ну, играли точно в «Манежи». Я резервонарбитом работал на этой встрече. Иначе я комментировал его. Да. Потому что я помню прекрасно этот матч. И тогда приоритет по всем статьям Метеор переиграл. Очень грамотная, сбалансированная игра была на старте. Приоритеты. Вот этот вот задор, который, да, у них все получалось. И мы с тобой ждали. Неужели они дотерпят до конца с этим? Но Метеор пришел в себя, как мы видим, потихоньку-потихоньку. Находит свой баланс, да. Вращаются трамированные лидеры. Находится какой-то баланс в игре. «Казаков» отлично вписался в игру команды. И начал пережать Игорь Фомич. И в этой игре дублем он отметился. Второй гол. Вообще какая-то сумасшедшая передача Казакова получилась. Ну и первый гол тоже с рячей головой мимо батаря. Приоритет. Имел хороший момент. Приоритет. Меняется игра. Меняется игра именно в атаке с приходом нападающего Галушка. Который очень хорошо себя показал в Пищевике. Кстати, сейчас пока у Пищевика нет Кожарового. Сейчас Галушка бы даже вообще просто очень пригодился. Сейчас Измаилов, Владислав Курьятов перешел. Но вот этот габаритный Галушка, он, конечно, очень здорово цепляется. Не всегда реализует. Но плюс он еще бежит. Очень неплохо. И меняется игра. Приоритет. Сто процентов на основной форвард. Но в связи с этим приоритет и потери понес. Шел Роман Циркисян. А в начале сезона, особенно побед на днипре, Роман Циркисян очень здорово смотрелся. И это, конечно, потеря была для команды на дистанции. Я уверен на тысячу процентов. Я думаю, в любом случае, кого-то на прицеле держит. Но на замену я думаю... Ну а там у Дмитрия Чумакова там все расписано. У него все четко. Есть запас прочности, определенный в плане формации. Поэтому, наверное, проблем водить не должно. И в зависимости от того, к какому футболу они идут, они подберут оптимального игрока и встроят его в свой схем. Ну а пока 0-2. 0-2. И обе команды, мы объявили уже таблицу. Входит в непосредственной близости друг от друга. И в непосредственной близости от третьего-четвертого места. Который Гиллова Кубкова. Ну и третье место этой медали. Конечно. То есть все впереди еще у них? Ну, у нас еще почти круг впереди. Еще со всеми играть. Все может еще поменяться неоднократно. Да и поменяется. И будет смотреть, конечно, что будет дальше с этими командами. Ну, на этом я предлагаю с лишним дивизионам потихонечку сегодня прощаться и переходить к дивизионам первому. Комментарии по игре? Ну, непростая была игра для нас. Потому что мы не готовились к сезону. У нас, считай, это вторая официальная игра. И второй раз мы собрались. Ну, довольны все победой. Сегодня были у нас проблемы с составом. Все, одна замена была. Две замены. Но справились. Ребята молодцы. Били за себя и за того парня. Поэтому заслуженно одержали победу. Как команда провела летний перерыв? Ну, на самом деле мы взяли прям откровенную паузу. Отдыхали. Наслаждались этим моментом отдыха. Ну, сейчас уже все. Сейчас уже собираемся. Есть тренировки. Ну, и через игры, собственно, будем набирать. Как проходила селекционная политика в трансферное окно? Ну, на самом деле только точные позиции. Какого-то глобального трансферного рынка мы не застали. Скорее все те же ребята, которые у нас и заканчивались до межсезонья. Спасибо. Друзья, переходим мы к первому дивизиону. На ваших экранах турнирная таблица. Про футбол по-трежнему возглавляет турнирная таблица. Смотрите, в первом дивизионе у нас получше все с играми. В всяком случае у первых девяти команд одинаковое количество матчей. 20, поэтому не буду называть количество игр. Про футбол на первом месте 57 баллов. Городок 17, 53. Селеста уже есть отрыв. Но Селеста взрывалась у нас в тройку 42 балла. Инчемп 40. Тонна 33. Торпеда Газаринский 33. На этом заканчивается зона плей-офф. И дальше их преследователь. Это кооператив Озеро. Это ММФ 2. Это Рослайн ипотека. У Озеро 33 очка. У ММФ 2 31. 30 на ипотеке. И десятое место. Третер Тингуста. У них на игру меньше. 19, также 30 очков. На 11 место ФРЛО. 19 матчей. 27 очков. Ну и давай уж... Уже разрыв. Да. Ну и Интерос. 20 игр. 26 очков. Давай мы потихонечку будем переходить к играм, сыгранные в прошлые выходные. Также идем мы по порядку. И первый матч Рослайн ипотека. Новомосква. Хварель был очевиден. Новомосква. Кривический показ хороший футбол. Очень хороший у них был первый тайм против ММФ 2. В Туре первом. После перерыва. 0-0 они его сыграли. Кучу моментов имела Новомосква. Но вперед не вышло. В начале второго. Сразу же на десятой секунде. 15-ой 0-ой 1. И пошло-поехало. Здесь тоже очень неплохо. Новомосква поначалу сопротивлялась. Но все-таки маловато опытных игроков у Василия Хрепливого. Да, очень много играет воспитанников, учеников его академии. Но именно сам Василий еще играет. Играет его тренер. Это Аланцов, Павел Сушков. Из опытных игроков. В принципе на этом список можно закрывать. Остальные молодые перспективные футболисты. Ну и конечно же молодым свойственна волнообразность. Нестабильность. Ну и в виде чемпионов мы только большой в мае видели. Нестабильность. Были хорошие отрезки. Но он все заканчивался структурными поражениями. Поэтому есть над чем работать. Но Василий не работает. Не переживает. Ну плохо. Периодически смотрится команда. Ну а здесь Василий Непотеков был истинного фаворита. Никита Корсенцев вернулся из Абдукиева счета. Не очень пошло там. Ну и в первых клипах он начал играть. Забил два мяча. Ну и наверное надо отметить, знаешь, кого. Я думаю, что Вадима Прошина мы отметим. Сыграл он уже довольно количество матчей. Сын главного тренера Александра Прошина в этой встрече с голевой передачей. Я думаю, Александру Прошину у меня был приятный как тренер, как Афу. Что вот сын начинает какие-то голевые подвиги совершать. Победа в Росвоенной Ипотеке поделывается. Недавно мы только думали. Вот после того, как уходили в команды на перерыв. Там был кризис. И думалось, что команда может быть даже и в зону плей-офф за участие во второй дивизии опустится. А сейчас вполне думается, что может быть и в плей-офф за ручку доедут. Ну я думаю, да. Но мы прекрасно с тобой знаем то, что если уровень соперника просматривать, Росвоенная Ипотека – это опытный боец, проверенный. По большому счету 90% игроков, которые в прошлом году выходили в высшие дивизионы, сейчас не находятся. Но Москва во главе с Василием Креплимым использует площадку ЛФ 8 на 8 для роста собственных воспитанников. То есть нет задач на каких-то выходах и так далее. Есть задача обкатать игроков. Задача вырастить хороших футболистов. Получить необходимый опыт. Конечно. Все-таки «восьмерка» она быстрее, интенсивнее, чем 11 на 11. Я думаю, после того, как они играют вов-право, они прекрасно себя и комфортно чувствуют на большом поле. Все прекрасно. Каждый выполняет свою задачу. Ипотека – знаем максимализм руководителей и тренеров. Но в Москву тоже знаем, что и для чего. Предлагаю на этом закончить обзор данного матча и перейти к следующему. Тонна, тренер «Тин Гурс», воскресная программа, интересная вывеска. Матч опытных команд. Очень рада Руслан Кивалин, который начал регулярно появляться на полях футбольной лиги. И он нам после этой встречи дал интервью. Вообще, для тех, кто не знает, это Руслан Кивалин. Напомню, это какой был? 2005-й, по-моему? 2005-й. 2006-й. Лучший игрок Москвы. Лучший игрок всей ЛФЛ Москвы был. Да. Легенда. Легенда. Живая легенда. Живая легенда. Да, можно даже на футбольном поле потрогать его. Конечно. Можно сфотографироваться, как с Авертоном на той неделе. Да, да, да. Руслан Кивалин тоже. Азычевый и добрый парень. Наш хороший друг. Многодетный отец. Да. Мы еще и по профессиональной карьере с ним вместе столкнулись в клубе «Москвич». В общем, давно его другу знаем. Очень рад, что Руслан начал снова. Снова с нами. Снова с нами. И теперь еще играющий тренер. И вот так у нас все происходит в Тони. И вот до чего доигрался играющий тренер. До 0-3 доигрался. К началу второго тайма. Москва не сразу строилась. Согласен. Но что-то Тони не везло. А трейдеры хорошие ничьи залетали. Ну и Юрий Кошурников. Отличный галкпитер. Тоже в первом сезоне, по-моему, в «Лебиуме» играет. У нас именно за Тонну. И сам очень матч провел. Именно по-вратарски. Не то, что там какие-то ляпы. А именно по-вратарски не повезло. Где-то там чуть-чуть не задел. Где-то не туда отскочило. На самом деле. Не факт. Юра всегда на максимуме играет. Иногда бывает. Знаешь, как это? Это уже не день Бехову. В данный момент был не день Кошурникова. Просто вот и все. Не фартило. И ничего-то с этим не было. Ну, для этого есть партнеры. Опытный. Денев, Горбенко, Роман Карпинский. Которые своими усилиями, конечниками ставлю силе команды. Счет. Сравняли. 3-3. И в конце Тони могла победить. И могла и проиграть. О чем нам Руслан сейчас скажет. Но... Сгономерный результат. 3-3. Обе команды претендуют на выход в зону плей-офф. И очень интересно за ним по этому сезону смотреть. И мы будем дальше за ним наблюдать. Сейчас давай слово нашему заслуженному Руслану Кивалину. После матча Тон на трейдер Тингуста. Можете дать пару комментариев по игре? Ну, игра была достаточно интересной. И, надо сказать, достаточно жесткой. С 0-3 отыгрались на 3-3. Были моменты выиграть, конечно. В конце ребята нас соперники простили. Но в целом считаю, что так как мы находимся в таблице практически на одной... Ну, рядышком друг с другом. Считаю, что приобретено очко. Могли, конечно, выиграть. Но, повторюсь, это спорт, это футбол. И так же могли и проиграть. Как команда провела летний перерыв? Может, собирались как-нибудь или тренировались? Я могу так сказать. Вместе мы не собирались. Но каждый из нас в коллективе играет посреди недели. Тренируется. Поэтому все были в хорошей форме, как и сегодня. Повторились, соответственно. Показали о том, что мы можем, как говорится, играть в хорошей форме. Была ли проведена селекционная какая-то политика? В перерыве? Да, в перерыве летний. Нет. У нас те, кого мы взяли буквально за 3-4 тура до окончания первого круга, ребята точечные усилили. Соответственно. И больше мы пока надавно их не планировали. Никаких изменений в составе. Тут самое главное, чтобы все собирались. Вовремя приезжали. Состав у нас хороший. Достаточно для того, чтобы побиться за хорошие места. Все. Спасибо за интервью. Спасибо большое. Матч-кооператив Росбайкал не состоялся. Росбайкал не смог приехать на эту встречу. Будем надеяться, что время будет появление. Байкалский самобытный клуб. Ну а Озеро, благодаря этим трем очкам, продолжает быть соискателем за заветную путевку в плей-офф. Для них она заветная. Особенно после матча с профутболом. А вот для Байкала, конечно же, жизнь необходимо выжить. Ну там, я думаю, разберутся. Давай мы к следующей встрече. South-West торпеды Гагаринские. Ну мы знаем проблему South-West. Мы знаем проблему South-West. Там сейчас идет работа. Там сейчас просмотровые игры идут. Идет селекция. Все хорошо. У Антона Степана Владисолуза новое приложение на телефоне. Даже Роман Шестак заинтересовался, как можно с мобильного телефона на макете фишки двигать. Техника не стоит на месте. Именно в плане профессионализма, подготовки. Тут никогда проблем не было. Плюс Александр Робов. Вы мой любимый защитник. На месте. А вот остальное не на месте. Остальное не на месте пока. Ну а у торпеды при хорошем сборе, в принципе, торпеды всегда показывают неплохую игру. И здесь, знаешь, как коса на камень нашла. Все-таки знаем максимализм и амбициозность руководителей торпеды Гагаринского. Ну и воспользовались они проблемой South-West и в итоге закономерно обыграли своих оппонентов без всяких проблем. 6-1. О чем-то больше здесь сказать, я думаю, тяжело. Ну и можно дать слово одному из игроков команды торпеды, которая, в принципе, расскажет. Давай мы расскажем все-таки. Что и король, он молодец, но он переживает торпеды. Находясь в аренде, конечно, здорово. Играют, например, в этой игре две голевых и два забитых мяча. Ну, к забитым мячам мы к королевым и привыкли. Это стандарты заброса, да. Великолепные антропометрические данные у человека. Но в торпеды он играет опорника. И ты знаешь, опорника для меня стало удивлением вот такого креативного довольно-таки. Вот я об этом говорю. Вот этого объема. Да, великолепно начинает атаки, великолепно разыграет мяч. И да, это по-своему даже где-то открытие, наверное, первого дивизиона. Вот это вот великолепная игра в опорной зоне Игоря Коровина. Ну, при поддержке таких... Ну, я думаю, что Игорь Кочетков это все подтягивает от его селекции. Ну, скорее всего, все-таки знакомы. Они не один год, если удали, отыграли. Ну, и при поддержке таких партнеров, как Николай Феофанов, Виталий Магдыч, Федор Гребенников. Ну, в общем, знакомые все. И Виктор Еремин в воротах все это делает. Ну, а когда Виктор Еремин в воротах, то у «Торпедо» вообще из меня плюс два игрока, я считаю, на поле. Потому что то, что Виктор вытворяет в своем уже не юном возрасте, ну, это просто вызывает восхищение. На самом деле, знаешь, вот мы все говорим о великолепных воротарях высшего дивизиона, которые уже себя зарекомендовали на первый год. Но если они себя зарекомендовали на первый год, то Виктор Еремин уже десятилетиями доказал свою состоятельность. Он просто никуда не идет, да. На самом деле, человек может играть, ну, на самом деле, в любом топ-клубе на подмене, да даже где-то и в основе выходить с полной уверенностью. Напомним, если кто-то не знает, а может для кого-то станет удивлением, в свое время Виктор Еремин был основным воротарем, а всем известный Дмитрий Харин сидел под ним в спортшколе. Но Дмитрий Харин построил великолепную карьеру, играл в Челси, Рейнджерс, да. А в Рейнджерс он играл. А Виктор Еремин, да, пошел учиться, но при этом не мешает ему нас радовать уже на протяжении почти 25 лет своими реклепными играми на юго-западных стадионах. Согласен. С тобой Павел Косенко после матча торпеда South West. Здравствуйте. Дайте, пожалуйста, комментарий по игре. Ну, результат удовлетворительный. Убедительно победили 6-1, хотя матч очень тяжелый. Немаловажную роль сыграло то, что сегодня на матч у нас собрался хороший состав. После перерыва восстановился ряд игроков. И у соперника, к сожалению, картина была немножко легкой. Состав с одной заменой. Еще в начале второго тайма они потеряли одного игрока, поэтому меняться вовсе не смогли. Поэтому торпеда довела нашу уверенную победу. Чем занималась команда в летний период? Ну, большинство игроков отдыхало. Вот все-таки лето. Кто на даче, кто на море. Поэтому немножечко сейчас тяжеловато. По физике набираем с каждым матчем. Поэтому думаю, что в следующем тыре у нас тяжелый матч с Синчемпом. Постараемся подойти к оптимальным составам. И команда заявляла, может, новых игроков? Как провела трансферную политику? Ну, вы знаете, никто из команды не ушел, никто в команду не пришел. Еще раз отмечу, что просто у нас на травме был ряд игроков, которые восстановились в перерыве. Поэтому у нас теперь немножечко увеличилась камеечка с запасными игроками, что, естественно, положительно сказывается на нашей игре. Спасибо большое. С вами был Костенков Павел, команда «Кторпеда» Гагаринский. Спасибо. Бойска «Фэрло». В «Фэрло» после вылета своего команда ставила довольно амбициозную задачу по возвращению высшей дивизионы. Казалось бы, команда может достичь необходимого результата. Да, но где-то что-то проскальзывает. Знаешь, где-то все лекции не угадали, где-то какие-то очки потеряли, где-то взяли матч, выиграли. И на радостях победы решили дисквалифицироваться, понимаешь? И потом условно для себя просить. То есть, да, Виктор Егоров старается, Артем Коваленко один из основателей тоже старается. Уже давно все они вместе, но тяжело. Пока что все идет. В «Фэрло» и в отчетной игре Сергей Кармидов еще, кстати, тоже один из активистов «Фэрло». «Отчетная игра», «БСК», «БСК» у нас там в «Телеграме», кстати, подписывайтесь на наш телеграм-канал, на экран сейчас увидите его данные. Заходите, подписывайтесь, обновление результатов онлайн, все у нас там идет, еще две штучки будем придумывать. Игры в «Телеграм-канале» периодически бывают, когда один раз быстро исправили «БСК», но, знаешь, интернет помнит все, и сами футболисты «БСК», даже по ских своих победам, начинают юморить в комментариях, да, что иногда оно побеждает, оно еще живо там и так далее. Знаешь, и в этой игре 3-0 «Фэрло» вело, вроде все было спокойно, замечательно, но дальше «БСК», то ли воспользовались какие-то уже самоуверенности, перешли. Логическая расслабленность настопила. Да, и в итоге 3-3 счет стал, и штрафной уже с финальнического арбитра, и за бильгу все-таки футболисты «Фэрло» одержали победу. 4-3, так у нас было две похожих игры, как вот «Тон и Трейдер», «Трейдер» был в 3-0, как и теперь сыграли, тоже похожий сценарий, но нет, все-таки дожали благодаря опыту. Да, да, да. Футболисты «Фэрло», и, знаешь, ну вот тоже какая плотность, и сейчас мы дадим интервью Артема Коваленко, где он говорит о том, что, ну, куда-то, не знаю, уже мы опустились. А вот сейчас после этой победы, проще парочку выиграть, и уже нужно будет оверхаргнуть. Ну, там, о пятом, шестом месте, там, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, там непонятно. Ну, раз займет, там непонятно в какой интерпретации. Ну, да. Ну, будем смотреть, давай Артем Коваленко после матча «Фэрло» ГСК. Комментарии по матчу какие будут? У нас была черная полоса перед игрой, не могли выиграть очень долго. Причем у соперников, которые, казалось бы, уступают нам в классе, сегодня не в самом боевом составе собрались. Игра складывалась вроде бы легко, под нашим контролем, вели 3-0, но, как обычно, без валидола не можем. Отдали игру, можно сказать, дали соперникам сравнять счет, и повезло, что со свистом забили со штрафного гол. А так, могли опять потерять очки ненужные и остаться в опасной зоне. Надеюсь, что эта победа даст нам стимул для дальнейших побед, выдушевит нас, и мы будем показывать более зрелый футбол. Как команда провела летнюю паузу? Команда провела летнюю паузу максимально далеко от футбола. Вышли из паузы тяжелые, не готовые, не в тонусе. И показываем не очень хороший футбол. Хотя, надо сказать, что моментов создаем очень много в каждой игре. Но, видимо, из-за того, что не в тонусе, разбалансированно, и не можем реализовать. Опять же, сегодня могли при 3-0 заканчивать игру, забивать 4-й, 5-й, 6-й, и все бы закончилось. Вместо этого дали соперникам вернуться в игру, как обычно. Не забиваешь ты, забивает тебя. Но будем работать сейчас, через игры будем вкатываться во вторую часть сезона. Нужно ее провести ударно. Думаю, у нас все получится. Произвала ли команда какие-нибудь трансферы? И будут ли они в дальнейшем? Трансферы мы произвели. Как обычно, в каждую паузу у нас достаточно большая текучка. Заявляем новых игроков. Там по два, по три. Но вот сегодня игра, и у нас из новичков, из шести, наверное, если за все лето брать, наверное, шести человек из семи. Ни одного не было. Ни одного. Все старая гвардия, старая гвардия тащит. Но сейчас период отпусков закончится, отговорки закончатся у них, и будем собираться более бывым составом. Спасибо. Кокос-группа «Интерос». Матч команд больше из нижней части таблицы. Я назовем со второй половины таблицы. Да, потому что тут нижняя часть понятие растяжимое. В целом, наверное, равная игра. Двух равных команд. Ну, Кокос, все-таки, поинтересно чуть-чуть смотрелся на эту встречу. Хотя «Интерос» и не повел в счете. Но «Кокос» усилиями убил, забил мяч, сравнял счет. Мне вообще непонятно. Есть грозные нападающие на уровне первого дивизиона. Роман Иванов – это грозная сила. Многабаритные форы. Да, великолепно. Пользуешься своим телом. С неплохим ударом. С хорошим выбором позиций. В штрафной площади. Может, не это самое. И Вратарской беспрепятственно дают, ну, один просто и кивком головы забивают мяч. Ну, непонятно. Не разобрались нам футболисты «Интероса». «Интероса», знаешь, после того поражения в первом туре после отпуска написали мы о том, что их оппонент вышел из отпуска в хорошей форме. Кто-то из игроков «Интероса» в телеграфе написал, что «Интероса» еще в отпуске. В отпуске, да, да, да. Этот комментарий я считал, тоже наслышил. Но «Кокос» вообще очень неплохо начал выиграть. Они первую игру после размаления чемпионата. Сейчас ничья, 4 очка для команды и второй части. Как мы уже выясняли, очень неплохой результат. «Интероса» тоже показал, что не на пляже всякие команды находятся. Своими подпальнями там где-то лежит. Готовый для нас выбрать был, потому что «Кокос» на самом деле очень неприятный соперник. Неприятный, но «Интероса» тоже приятным назвать проблематично. Поэтому, в принципе, закономерная ничья, я думаю, она больше на руку «Кокосу», чем «Интероса», потому что «Кокосу» все-таки надо выбираться, уже стабилизировать свое положение в турнирной таблице и уже впоследствии там какие-то перспективы определенные строить на «Кокосу» «Кокосу» и «Кокосу» Какие комментарии будут по игре? Комментарии по сегодняшней игре, я считаю, что должны были забирать три очка. Было очень много моментов, обилие и подвела немножко реализации. Все-таки мы их переиграли, перебегали и были посильнее объективно. Я думаю, соперник будет со мной солидарен, согласен. Но будем прибавлять, ничего страшного. Поделили очки, очко набрали – тоже хорошо. Как команда провела летнюю паузу? Летнюю паузу была проведена хорошая селекционная работа у нас. Много новых игроков мы искали, мы договаривались, подготавливались к второй половине сезона после этой паузы. Я думаю, что очень хорошо вышли после перерыва. Четыре очка в двух играх – неплохо. Призывали команды какие-нибудь трансферы? И будут ли еще? Трансферы внутри чемпионата нет. Только до заявки у нас новые лица, где-то человек 5-6. Усиляемся, укрепляемся, находим новых ребят. Я думаю, селекция будет продолжаться. Достаточно. Спасибо. Следующая игра «Городук 17» – Уралан. Ну что, Уралан нас удивляет с первого тура. Это очень важно. На самом деле, да, мы привыкли к тому, что Уралан – это цепкая, физически очень хорошо готовая и дисциплинированная команда, которая держит удар на протяжении 60 минут. Никому с ним не легко. Но при этом, при всем, завал старта, нестабильность результатов, общение с игроками команд. Они все говорят, мы пытаемся найти, что же потеряно. И вот они все ищут и ищут. И, ну, понятное дело, что с одним из лидеров чемпионата – это не та ситуация. Дерби у Байкала. Это понятно. Там уже и другой эмоциональный фон, и немножко настрой другое. Ну, а с одним из лидеров, с одной из сильнейших команд дивизиона все-таки пока состязаться проблематично с теми проблемами, которые есть у команды. Что в итоге влиилось? Одна из сильнейших команд этих, скажем. Приехала восьмером, удалился голкипер, удалился полевой игрок. Вообще, Евгений Воробьев в этой игре три красных не раздавал. Поработали. Может, Евгений Воробьев за Уралом где-то болеет, может, Майкл подарит? Ну, я видел частичную эту встречу. Там, на самом деле, какая-то волхоканаль творилась. Я сейчас не буду цитировать… Жалко, не записывай. Не буду цитировать дословно слова Сергея Юрана. Популярная. Ну, я понял. Я думаю, кто за российским футболом следит, наверное, поймет, о какой фразе я говорю. Самый популярный его мем. Вот. Примерно вот это вот и происходило. На поле… Звездопад, да? Ну, вообще, там… Артистов было много. Да. Там, к цирковой теме все это… Ну, городок сама по себе, команда тоже обладающая… Это нам сейчас Иван Волнов нам сейчас все расскажет. Сейчас мы закончим и слово дадим игроку, игрока, и все… Чтобы он подытожил, да? Все он там подытожит по полной программе. Он, мне кажется, даже Илью Кузнякову прошлогоднего переплюнул там. Ну, только с лексикой, с нормальной. А по именно трэше, ну, здорово, что так и есть. И тоже такое отличное настроение у людей. Ну, матчи серьезно обсуждать нельзя. Ну, что, городок выиграл. Городок выиграл 8-3. Крупно выиграл. Городку желаем, чтобы вот эти вот дисквалификации не аукнулись. И продолжать преследовать, господи, про футбол. А Уралан решать свои проблемы и выбираться в безопасную зону. Ну, давай, после матча «Городок-17» нам все сейчас рассказывают. Так, первый вопрос. Какие будут комментарии по данной встрече? Данная встреча – это клунада, я скажу так, что мы играли просто расхлябанно. Не в полную силу, естественно, с улыбкой на лице и получали удовольствие от игры. Ну, так скажем от всего. Но я скажу, что это просто бухты. Вот и все. Ну, это не полная наша, не в полную силу мы играли. Так, как команда провела летнюю паузу? Никак спьем, сидели, отдыхали, даже не тренировались. Все на одной ноге, расхлябанно отдыхали. Вот, собственно, вышли сейчас, набираем форму. Произвела ли команда какие-нибудь трансферы? И будут ли в дальнейшем еще? Нет, трансферов не будет. У нас достаточно большая скамейка. Собственно, все показывает, что мы играем без замен. И у нас не хватает народа. Этого нам достаточно. Мы просто хотим себе сами усложнять игры. Вот, собственно. Потому что нам каждый тур дается легко. И поэтому никаких францеров не ожидается. И ничего не планируется. Ну и остается у нас два матча. Самые интересные игры. Давай мы сейчас сменим, так сказать, ракурс. Сначала мы скажем про матч лидера. Про футбол ММФ 2. Самый вкусный напоследок оставим. 3-1 победа про футбол. Тяжелая победа. ММФ 2 сумасшедший форум. Вот эта вот тактика команды, которой начала приносить цвет плоды. Что-то вот в начале сезона что-то потерялось у ММФ 2. Сейчас все это работает. Не работало в первом тайме матча перед футболом Москвы. Там, конечно, блестящий голкипер играл. У ММФ 2. В этой встрече уже Дмитрий Гашев на пост номер 1 вернулся. И первый тайм в 0-0 против лидера. Сыграл ММФ 2 и ММФ 2 на рутболь. По футболу очень хорошо смотрелась команда. Во втором тайме все-таки про футбол свое взял. В том числе за счет обоих игроков. За счет опыта. Но даже про футбол не отдал другому сопернику. То, что ММФ 2 очень нравится против ММФ 2 оказало. И Бравова Павла Борискина и его команде. И за счетов их несло бы не сбрасывалось. Если это продолжится. Да, это был про футбол. Это был лидер. Если сейчас продолжится вот эта вот игра. То ММФ 2 вполне может въехать в плей-офф. А учитывая их игру. И помнишь как тогда совершенно неожиданно. Там в одном пенальте от высшей лиги они были. Не удивлюсь. Если зайдут в плей-офф с этой игрой. Мы с тобой говорили о том, что ММФ 2 великолепно умеет строить игру в обороне. Мы это отмечали не один сезон. Уже и не одну передачу. Потом мы обратили внимание на то, что очень зрелищные матчи начала команда показывать. То есть видно, что команда меняла свой футбол. Пыталась играть более атакующий. Комбинационный. Даже я бы сказал остро атакующий. Потому что много они начали пропускать. Но видишь, сделаны выводы. То есть лучшее взяли и с первой тактической задумки и с второй. И насколько вот это сейчас быстро они смогут сбалансировать. Настолько и быстрее придут к ним результаты. И вполне возможно если все получится очень быстро, оптимально и грамотно. То я думаю они не то чтобы ползут в эту зону. Ну и шорох на виду такой, что я думаю у всех очень может эта команда удивить. Плюс там ММФ 05 закрылась. Там потом сами могут пару. Два-три человека тоже оттуда взять можно. То есть усиляться тоже есть кем. И я думаю ММФ 2 еще в этом году усилят. Позвенит. Позвенит. Ну а про футбол, лидер. Сейчас мы услышим интервью. Там уже руководитель команды. Уже как бы знаешь уже оговорился. Как оговорочка по Фрейду. В следующем сезоне. Когда мы в следующем сезоне будем играть в высшей лиге. То есть. Ну сейчас вы сами все. Понятное дело то, что уже зазор очковый. Позволяет тоже более утвердительно говорить на эту тему. Поэтому. Давай. Да. Даем интервью. И переходим к... Какие ваши комментарии по данной встрече? Сегодня ребята. Соперники. Я имею в виду, что ММФ. Они очень строго играли в защите. И поэтому первый тайм закончился по нулям. При том, что не могу сказать, что у нас было много больше моментов. Во втором тайме ребята подустали. По-моему все. Там была пара замен. Это было видно. Обменялись голами. И в итоге все-таки они там стали раскрываться. И они уже задели свои моменты. Сопернику респект. Мы идем дальше. Как команда провела летнюю паузу? Ну у нас не было никакой игровой паузы. Потому что команда выступает еще в одной из двух лигах Москвы. Вот. Поэтому все игроки у нас в тонусе. В отпуске там единичный кто-то уходил. Поэтому паузы для нас никакой не было. Развивали команда какие-нибудь трансферы? Да. Мы заявили трех новых игроков. Два игрока пришли вообще из другой лиги, из другой команды. Там команда закрылась. Мы еще удачно подписали статус свободных игроков. И один наш воспитанник. Мы его заявили за основную команду. Серега. Молодой. Немножечко омолодил команду. Своими быстрыми и резкими движениями. На что мы именно на это рассчитываем. Когда мы выйдем в высшую лигу, там уже придется на скоростях бегать. Спасибо. Последний матч, который мы обсуждаем. Инчемп Селеста. Битва за бронзу. Промежуточную. И надо сказать, что матч, конечно, удался. Типовой футбол. Хороший футбол. Показали команды. Но, знаете, что в этой матче случилось. Я вообще не помню такого. Наверное, в истории выспеха в Малуке таких матчей будет не количество. Так что же там произошло? Ну, первый мяч Селеста забил, там голкиппер неудачно вышел из ворот. А вот все четыре остальные мяча забили со штрафных ударов. Ну, ты знаешь, это напоминает тенденция старого итальянского футбола, да? Когда помнишь большинство мячей. Когда Стефан играл или чуть попозже, когда Борези? Нет, когда Борези, когда вот эти вот мячи, сухой был чемпионат Италии 80-е годы, 90-е. И вот эти вот стандарты, они играли ключевую роль именно соперничества топ-клубов. Здесь, судя по твоим словам, произошло то же самое. То есть стандарты порешали. То есть, как говорится, тактических игровых ошибок игроки, получается, практически не совершали. Но вот на стандартах, стандарты умеют исполнять, знают, как исполнять, и они предопределили исходство. Ну, и все-таки скажу, что Антон Бахилин, гол-киперный чемпионат. Вот мы говорили об Юрии Кашурнике, что не самый лучший день. Вот у Антона Бахилина тоже, легко говоря, не самый лучший день. Третий гол, ну, 3-2 вообще устал, третий пропущенный от Николая Неверовского. Ну, да, там был закрыт, перекрыт. Ну, знаешь, мяч летел. Ну, зачем, я думаю, ты видел, естественно, но все равно у зрителя. Сейчас они увидят и подтверждение наших слов. Какого? Знаешь, плосерка дал. Знаешь, такой, знаешь, еле летел, как Юрий Павлович любит, чтобы мяч залетал до вратаря там спущенный. Вот он примерно так и полетел, знаешь, ветром только, наверное, еще ветер подул бы, он бы вообще не долетел. Ну, бывают всякие несчастные случаи. Согласен. Поэтому тут как бы у вратаря надо только поддержать. Ну, и на выходе. На выходе еще тоже ошибка, получается. Две таких серьезных ошибки. Надо поддержать, парня, надо просто в момент. Мы же не сидим здесь, не хороним. Говорим, все. И чем? Закрываем мандарскую позицию. Трансферное окно. Все. Сейчас на вас список батарей. Да, уже все. Выслали Ивану Волкову там 15 кандидатов. Все. Иначе нет. Закрывайте свою контору. Нет, парня, поддержать. Ничего страшного не произошло. Бывают неудачные дни у каждого человека. Нет, это естественно. Потому, ну, сегодня так. Но, опять же, здесь я хочу еще сказать. Положите славу в адрес Селестра. Наконец-то команда Николая Дыгова начала решать свои проблемы не в концовке чемпионата, там, за 7-8 туров до конца, а вот включились они уже вот с середины. И вот пошли, и с своими прямыми конкурентами они добывают очки. Ну, сейчас, значит, включайся, не включайся. Конечно, лучше пассив лучше получить. Ну, по данной ситуации, мне кажется, понятно, что если ничего не случится, городок, которого футбол напрямую. Понятно. А вот здесь дальше. Инченд, да. Селестра, да. Хотите там. Селестра, да. Инченд, да. А вот еще две позиции. Тут вообще загадка. Тут сказать что-то тяжело. Ну, вот практически вот о любом, о ком мы говорили, можно… Явного фаворита в борьбе там за, условно говоря, пятый шестой, нет. На данный момент? Нет, вообще. Никто не выделяется из той обоимы преследователей, которые есть. Ну, тем интереснее будет смотреть дальше. Ну, и, конечно, отметим все эти штрафные. Если уж мы так говорим. Знаешь, доктор Селестра Ефимова очень сложно вообще забить. А со штрафных забить, ну, там тут сумасшедшие удары получились. И, думаю, видите, сейчас тоже. Браво исполнительского мастерства футболиста Хэнчемпа. Ну, вообще, браво командам за этот матч. Был классный футбол. Давай после матча снова победим. А какие ваши комментарии по данной встрече? Ну, в данной встрече мы к ней готовились. Ничем. Для нас такой серьезный соперник. Плюс мы делим третью черту строчку. То есть принципиальный матч был. Во-первых, в первой круг они у вас выиграли. Четыре-три также. Такая же была игра. Плотную. От ножа. Они забили больше. Сегодня мы забили больше. Нам больше повезло. В принципе, игра вязкая, хорошая. Все понравилось. Командой доволен. Как команда провела летнюю паузу? Летнюю паузу. Немножко отдохнули. Немножко подготовились. Несколько товарищеских матчей сыграли. Провели несколько тренировок. В принципе, сезон сейчас готов. Произвала ли команда какие-нибудь трансферы? Нет. В это окно никакие пока. Планируете? Посмотрим усиление точечных позиций. Всегда просмотрим игроков. Но пока не планируем. Спасибо. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Экспрессом прошлись мы по высшим и первым дивизионам. Да, застрелим и чуть больше внимания на еврокубковые встречи. Но оно и понятно, и на двух центральных матчах высшего дивизиона. Будем мы постепенно больше общаться и о других командах. Следующий наш выпуск планируется через две недели. Ну а на Сим погодите попрощаться. С вами был я, Михаил Першин. И Антон Погодин. До свидания.